Аминь 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 Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Духовная поэзия Весене Вам не приятно бажиться так само Добрый вечер Для меня поэзия Это и есть духовность Не бывает без духовных Верший Она не есть Это уже не поэзия Господинь, это prosperity которые я вам сегодня подарю, выключить у вас только приемную ражу и снять воду в ваших душах. Я ведаю, Люба, коханья, одной, чем между нами не стане, одной, чем между нами расстане и вода, и колер, и гук. Я ведаю, Люба, выплачу, тому, что не умею иначе, покинь мне хоть дотык гарачи, усмешки до холоду рук. Мне не сонять моей тревоги, мне не спынить завейный рук, шаленых думок, страиться у Бога, что суммам падают сновруг. Мне не сховать вашей свободных, есть ты, есть я, есть вольный шлях, я ж по тебе дорогой слотной, иду, чакай меня, мой страх. И хотелось это еще прочитать вам. Мою спробу перегласть Константина Симонова на белорусскую мову. Это всем вам ведомый вершину, если вы догадаетесь. Чакай меня, одной, чем я вернусь, чакай меня всем сердцем и душой, чакай, коли надея гиню в скрусе меж восенских безвитесных вождей, чакай, коли снегами шлях снятая, чакай, небось пехотный день воды, чакай, коли остальных не чакают, покинувшего вчора на заужды. Чакай, коли с глухих далеких месяцем не пройде, а невольного письма. Чакай, коли вакольное обвестиць, чакай, не стратай часу за дарма. Чакай меня, одной, чем я вернусь, и не жадай ни счастья, ни добра тому, кого не сходит с тонких хрустном, что перестать, чакать меня пора. Нехай поверить сын, поверить мати, у той, что не маме недавно. Нехайся прыгать, мухусь даджакаться, и стану славить горкое вино. Хайся до тебя огню, что палить память, душу мою провести уедший след. Чакай, и не спешайся разом славить, души мою не сникни светлый след. Чакай меня, одной, чем я вернусь, на супер огне верью злу и лжи. Хай той, кто не чакал безбожность хрустить, пошанцовала, скажем, мог не жить. Яму не зрозуметь цяжком камню, як ты сиропекельного огню, своим непераможным чаканнем, ад куль уратавала плоть мою. Як выжив я, с тобой будем ведать, адны, на гэтэй грешной земле. Бо ты одна смогла в мене поверить, як инши поверить не смогли. Тяплый великий, тяплый. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я так сказал бы, ну, коли... АПЛОДИСМЕНТЫ Казать вот про наши вечерины, про нашу ліпературную деятельность... То мы её робим в эту команду. Я хочу представить вам моего сябра, за кем мы разом обярковываемся. Раяемся ради за ним. АПЛОДИСМЕНТЫ Это Анатолий Горисеевич. А значит выступил и редактора подборника, про який я рассказывал. Самого Анатолий Александрович вам слово. Спасибо большое. Я сегодня очень счастливый, когда приходил в этот зал, не только на Дни Калужского добровестства, но и на высшие дни, потому что мы проводим довольно часто, относительно часто, потому что сегодня в нашем свете не так много места занимает слово, не так много места занимает вербальное мастерство, и поэтому, когда раз на два месяца, на два месяца, на три месяца, то уже доброе, то уже будет одна. И так вот, я очень счастливый, что можно прийти и увидеть своих друзей, своих добрых знакомых, добрых читателей, которые очень любят, и поэзию, и поэзию разную, потому что такая поэзия очень известная, не только поэзия традиционная, бывает и модернисты выступают, сегодня будет такой интересный вам приклад и урок, и я так само с терпением ждать. Потому что сегодня слово будет на контрасте обучать, самые разные авторы собрались, и это время не добро, фактично выделить таки живый практичный курс белорусской литературы, вот за одну годину, за полторы годин, это время не добро. Ну и я от себя так само прочитаю, может быть, один, два верши. Снимся поэт, увачав отчай, а леса смаком горстким спокою, мне кажа, кто ли же, выбачай, заверши, я теперь с тобою. Не прогоняй их, а протули, так, як тебе тули лама туля, бо без любови ему все нули, и верш памре, коли без протулины. Бо не бывая верши у чужих, а ки децей чужих не бывая, и пролиняй жатолич от них, без верши у нюма ни краю, ни раю. Ну и еще верш, все ж таки, связанный с такой тематикой церковной, крестьянской. Помните, что у нас на великий день пришел снег? Вот такая цепля сна, раз, в окном снег. Вот, верш, снежный великий новоротний. Снег над воротней, кружляя зима, разом с крестом, уз кресла. Белые ходники, бель на домах, даль белесая бездаль. Снег, небы смех, что стоился у души, да у них, как реха содня. Звон веникоданы, клича дожжи, горит зиму загородни. Дякую, Лерихи. Можно будет написать на фигуре, что на великий день пришел снег, а на великий день пришел снег, а на великий день пришел снег. Что все изменилось, он светит. Хочу только запросить на нашу сыну, минского гостя, Селова Даниловича Буракова. Вот это Селова. Дякую. Добрый день, уважаемые огородни. Я великий рад быть, что не тут, уже вовы раз в районском городе. Тут так тем постараются просто передо мной, что я уже могу души не читать, только поведаться и сесть. Но я уже назову себе такое накапку, мы до вас ехали достаточно долго, и я хотел бы занять великий час его выступу. Наибольшую проведать у всех вас от Союза белорусских письменников, от редакции «Часописы» ДСО. Мы сегодня приехали не только с текавыми гостями, но и из новой книги Алисия Степановича Занова. И она вышла в сервер по этой планете. Тут универены колькости, али ты, кому вели хочется, можно будет ей займеть. И на прошлой неделе часописы, где так само есть и Олег Степанович, и Олег Роменович Камонский. И просто на свежем воздухе, что я понимаю, можно тут грузи отрывать. Это на правах рекламы. Дариза, по-другому, я очень рад, что нас запросили на Калорский добровест. Мы вернули, что есть такие симпатичные, великие, уже с серьезной традицией фестовали в городе. Вот и Пан Анатолий Брусевич, и ты, как ты был передо мной, мне тут вельми серьезной, мне подалось вообще, что пропачьте. Вельми не нормы, не вельми большая. И по великим рахом, это великая свято. Свято, по-перше, гость перед долгим постом великодным. Зараз такие дни, калии, можно ходить у гостей, можно запрашать собром, можно узгадать нечто веселое. И это час для, ну, для такой натуральной веселости человечей. И тому я веншую вас таким святым охранникам, что вы такие, что сегодня в вечере гэта великая зала напомнилась людьми. И мы не риски все стороны, але я скажу щиро, что далеко не за усёд и доводится бывать у залах, где так шмат людей без примусу просто от души приходят послухать поэтилю. Это не самый популярный продукт в нашей, в нашем 21-м с тобой, где вы едите. За это не платят грошей никому из вас. Овось, никто тут я сходился не по праце, кроме пары человек, я не знаю, что можно было бы почитать, покольки тут такие пафосные речи выражают, что любая поэзия уже, как-то творчество. Да, нет, тому я с вашего дозвола на ускидку просто прочитаю некоторые биржи, тое, что вам сподобается, будем лечить восемь. Так я и задумываю. Есть у меня такие биржи, и он мая назву К плюс М плюс Б. Вы видите, что есть такая традиция, она заходняя, а я у всех христианам, а только во близкие, есть у нарасходе, у меня симпатичный момент, когда ишли волхвы до маленького, а только народженого, детенка, и вот это Каспар, Вильхион, Бартазар, и они такие джагарные пророки, продвестники. И у меня такие были колестные версии. Пакуль не сгинул обороты в земли, от вечно ругарит. Пакуль цары, дозорки у сходу, яща шибують вас царик. Давай, поделимся ка счетой, усмешкой в устах, моцей рук. Давай, померемся в бодой, без облицаниям и за рук. Давай, открывши, настежь двери, чакать, гость в хату, в хату Бог. Давай, мы кроплюю доберу, гарачу, замацуем в рух. Пасля, саброк, паклишим рамкам, запалим свечи и камин, и крэпи, выведен над замком, перед колярами напомин. Спасибо. Ну, зимовая, зимовая тема, она неучертная. Кажется, что по этому только восемь пишется, мне сдаются, и пишется, то любую пару. Вот, зима абсолютно симпатичная, парад для любых вершек. А просто снег идти в окол, и просто рамок. Наявший час, что если нет, либо гулянок. А просто нерв, и в окол такая тише, что чудно, как холодный снег собака вижу. Нема машины, нема людей, свет белых фарков. Самотный дворник, взвлезти буль, с пробоем марма. И парк застыл, подлетаясь под порек. Я к ним лукавый, пёс, зима и человек. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, что, что может быть, что может быть еще сподобаться вот таким в нашем формате? Коль дозволите, вот, видать, такие будут верши. Не отваживаюсь, а какой я, да. Я буду прочитать. Ну, может быть, досить Африканский, али так? Давай. Давай. Альюрка дозволил. Алия прочитаю верши. Такие, ну, жартовные, хотя в Африканский философское измерство на том, что, ну, человеку властиво ходить, это разумело, там, бегать, красоваться по земле, конечно, властиво плавать, кто умеет. Но некуда лазить высоко, человек не умеет. Человек не птушка у марок, может быть, али забираться высоко, но не человече. И вот життё в великих, высоких домах, это по-своему такая ненатуральная сиява. А уж, когда человек помирает на этом высокем месте, это за сингомична, ну, трагикомична, как и хочется. У окошней земной слои хати, жить на высоких поверсиях, да ну, помрешку, сижонка скажет, суседу Вова, поможете здесь, тьфунули. И он скосоруется кисло, прячем и потепне, я-то сусед, гуманистная дома, ты только не. Я за счёт всё своё натягался, рояля, лдыгазовых плит, а зараз у меня дела, потак, райады культы. Ранее все хаты, нормальные, верните в давнейшем кино, лёгкое, что треба, праздельно си, ци устраивать можно прозвакно. А сегодня у гору кожный хочет залезть, я горный баран. Помрыхок, и как не гостыла, разнести, теперь потребуется крак. А ты поглядишь на их, сунуш в мешка, ну вас, да таки, и пойдешь по-малу, подьмуши на сечку, ближе к земле. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хулиганству на добровесть хорошее место юртя. А после верши, гайпать не буду час, вот за мной первоподществом и уважаемые коллеги. Зимовый сон. Мне снилось, что ты сказала смертно. Юн так пайшов, что не поднять по веки, изникли у юндау и человеки, як хорошее, что ты сказала, снег. Мэне снилось, что ты сказала день. Без конца тень, без справа выгодила, у юмусё, что неколи пакину, на белый снег кидала белый тень. Мэне снилось, что ты сказала час. И той пришел. Я маю в неупазе, что мы сустрились в своем негоршем часе, як ты до месяца узгадала час. А потом ты сказала, пачекай. И мы застрили участие в дни письменности, кузурками, бурштиновыми развесками, над ядольным шляхом в Депокрай. Я раз помашу, что мы читали так мало вершин, потому что мы с Анатолием, я думаю, с Алиной формируем поэтичную традицию в городе. И когда мы уже постараем, мы будем читать по полгодины, а по аудиториям будет читать по два-три века. Так что мы подлифтовываем для себя в вашей дороге. Я широкая душа, когда мы обмерковывали парадок наших выступлений, разрубимся. Я воспереднес свой досвид рок-музыки на поэзию, когда в площадку выступают молодые бурты, а потом уже рядом. И когда в площадку я обмерковал, что мы гражданцы, потом в гости. И я вас разлюбился. Но я думаю, я не дарю помук, я запрошу Юра Владимировича. Я уже не буду жартовать, чтобы он пятый раз. Я думаю, я не буду надеяться. Справа в тюрьме, что я ищу в послугу Сергея Степановича с 7-го северной доводится с Курганцем. Я хочу вам прочитать вирш, только скажу пару слов. Вирш называется «Пошух». Я я рожжу с гусного автора 10-го вводя 66-м, Тищевым, это сколько? Это у 40-того назад. Я его веду на память, а когда захотел сам себе прочитать, все отбило старейший розум от памяти. Але я удаю книжку Олеси Розанова, раз я его прочитал и снова все всплыло, все запомнилось. Вот где ты вирш, я, Олеси Степанович, с вашего разговора хочу прочитать, потому что я не актор. Справа, а шлях равнутки небылистик лятиков ветер в ушах, о, як же легко помылиться и потружить поисти шляха. О, будешь подказывать. Нехай яны и лгнуть як стрелы, Нехай широкие яны встаю один. Встаю один. У неба тревы и журавлины и льны. Листы опалые на стрессе, але чекай неумольный час. Я маю право все закреслить, а потен на ново почать. Я думаю, что Олесю разаново нема чагу креслить и починать на ново не варто, тому, что то, что им сделано у нас перед Вачима, у нашим. Ну, а кто? Мы, я, например, может, не фанат поэзии, але ж я не так сказать но я не буду говорить сам про себя творца, а вияне паддан приводим будем так казаць. Ну, пакойки у нас сустреча под знаком Галовського благовеста, то я вам прочитаю один держ з этой книжки, потому, что мне было приемно в этой кампании такой вельный для меня приемный и приводный разом, так сказать, расписаться в этой книге. Сок и рвал в рутину ледолом завесы гостера войдала и зорка сгрыну надолом для реха след не покидала. Лаватый в горах глупо всток под перла тыховица ворла и вытирав вандрон и клоп на поворот землёску горна. Отлегу ветер хвалявав, анасту нигду остероги и березняк откарковав, бегла губок для дороги, от дороги. С цигарки хлопец я жарся трост, да кровь звучайно не смолкала, одна ближайшая берез насмагу ветку намекала. Дякую. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И приютно дякую Олегу Степановичу Розанову за его первое выбранное, которое он мне написал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 РАСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотела сказать своего покойного Юры Комяню. Я жил неподалеку до него, и когда я часто доходил, до него, и он жартовал, что мы мы стоим на праздничном на округе. Начинаю с проспекта кодовников, Юра Владимирович, далее пройчив жил Юра на жар покойной. И третий ход – это давно-то явно пишет. Запрошаю вас. Продолжение следует. 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 И мы были вымушены буквально докладно передвигать слово в голову. Верс называется «Пшепюрка». И он как раз про то, что и то, что он говорил – про початок и про конец. «Пшепюрка» – совсем наибольший отзыв наш завшел в сходе и заходе сходится. «Правда, что только две часы в чистой часы – та вчасная и та в зверху. Когда Бог день дает и когда его заберет. Когда кто-то меня шукал и я ему был убеден. Когда кто-то меня кохал и когда сам остался. Когда съемок и когда умирал. Те две секунды, как всегда, придут. Одна белая, другая темная. Так очень щель, что обе наде. Так познание нас уже не было. Пробавьте за мое помоление, польское. А теперь я передвожу этот вверх. «Перапинка». Мы читаем нас в руку. Когда Бог дает динь и когда я его забираю. Когда кто-то меня шукал и когда мы лишили. Когда кто-то меня не любил и когда покинул. Когда я нарочаюсь и помираю. Это две секунды. За все разом. Это первое светлое, а другая темная. Такое щелая, что любое. И так над нами, что уже нас не было. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Верс называется «Надея на отпущение рабов». Уси вы неизразумели, потому что люди могут сядять, верные, какие ходят с достоинства, и вы неизразумеете мой верш. Веслое архивское тяжкое, дается Владислава Чарнявского. Ёд моё оправданье по слухам крючок и родил, и почало к початку, от первых роков и по парадку, бытя в узмене по раку без накоса, и пстила заносы, и в змеиные укусы, и тревожные носы, и пчаниные джалы, и в сердце глюжало, и острые стрелы, не так болело, да я терпела. Ни бы попрыса увёл меня непосую, ни бы мы тянул цвеки с подколом, так мне ссорно было перед боженькой, перед матью Божией вишнёвой. И забрал отец мое воле, закопал под кустами вязу, не сказал ни гроши, так ни коли в море, и рыбин грохов другим сенцам не рассказывай. С Богом буду сам так руляться, как добравал белорусской патанцы. Сритмовать можно, но вывеш, а спачал уже всё, не начнешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот ещё правда, что у нас в Чарнявске был один у Беларуси, який у ссе в эти годы, коли у ссе молились, або не молились, и он у вишняка на белорусской моле вёл на боженство. И когда я выросла свою решню, чтобы всё закончить и начать манинцы, я поехала на белорусской божьей. А ещё сегодня я читаю, что называется «Дубы святого Николая». Я вот с ним ишла по цинку до вас, милые сябры, и зайшла на белорусской божьей. Я их уволен и называю, как рук и быком, а не они значительно ранее не родились в этом городе. Я их люблю дреды. Люблю дреды и в Сюды, и в пушках, и потому что я народилась, но в стране я выросла. И угородняя просто есть дреды, до которых я кулюсь, и в пушках, которые мне не потребны. И её себе два дубы. Я не вашу, короче, православные. Потому что улица Святого Николая, где есть устали ещё два даны, и в этой дубы. И нас находится за гардом Канкарном. Там не перестояла церква. Это был конец города. Церква Святого Николая. И эти дубы там стоят. Но я люблю дреды, потому что, когда их садят теперь в машину и сметницу, и в этом году они скинули свои пески. Радуйте своей дубы. Святого Николая. Староста Городзинский Антоний на улице Цудотворцы для церкви Святого Николая, коли церква поуставала, посадил два дубы. Что бы там благословляли, во дворников и оборонцов, далекое князство Крыльвы. Чупали, термали с неба. Кореням землю мацевали. Переплялися кривыми суками Саправдываются и они сами. А легетим, який геруют светом, хочется их стреловать. Но нам-то мощно обнявшись, нам-то мощно молчать. Не гнутся куды-сюды, а рассыпают свои жуты, Не скидают до новых листы, Не боятся никакой жуты, Ни замены, ни духоты, А ни засухи, а ни войны, Волоты, осилки, сыны, Своей один взятыми, На якой могучном сросли, У городе, в яким каляем жильцем прожили, Дойлили, кабали, мастаки, воины, Пуцы, жопраки, канцлеры, Да короли, королевы, вы затюки, Два дубинки, два дубы, Притурюся до их коры, Я бы тут уважали, Четыре стану дядь-три, Дновые будовники тут Расклали свое добро, Лезут до их утро, Снищают коренья любовь, Смолчут могудную кровь. Судотворца, святый Николай, Дай мне весной мозы, Нехай не засохнут Наш любимый браулян, Судотворца. АПЛОДИСМЕНТЫ Я расскажу уже о том, Эй, историю. Калю Дону Пьянову вышла книга У белорусских минералов, Я ее купил, принес домой, Начал считать, Какой же день в вечере моя супруга ходит, Моя супруга женщина эмоциональная, Кажет, да, Дону Пьянову, Дону Пьянову написала. Я думаю, он услышался, Думаю, она начала книжку читать, Моя супруга. Оказывается, сын улучшил Верш с подручника, Верш Дону Пьянову, Ему не давалось улучшить. И в итоге, Вершая винователь Дону Пьянову, Дону Пьянову, Что она виновата. Вот. И потом я иду с сыном на стадион, Он ходит на прыжки на батуте, И проходил под водками Дону Пьянову. Я скажу, Сережа, Тая по НТ все же, Давай, Зотин, Да я Верш прочитаю. Я скажу, Не, не пойду. Ну, ладно, Облачу на днях. Пусть такие жертвуные выпады. Когда мы выступали, У Олег, По-моему, я след этим, Открывался так, Открывался, Что Олеся Степанович Листового Верши, А Олеся Камоцкий Опошли. И мне было большинство вины, Что Олеся Камоцкий мало Спевал. Поэтому, В этот раз, Я на правах Модератора нашей встречи Запрошу с початку Олеся Камоцкого, И, Олеся Камоцкий, И, 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 И мокрой тушке в селе За кресле успами Кабамару с неповодой подолись. Завтра в солнечном сверкле С темленье будет едать новый шляп. И варда захотеть триматься на долине На пранку, что крыльется во сня. И варда захотеть нияк не салважать Морды я дорожные супы И камератом, где лесу стрелец завержа Спокойно за небо ступить. За утром в солнечном сверкле С темленье стойте новое житло. И в шеерже все покажет на долине Ямара ставить птушку на крылом. С лишь ссоры не орать За тушнёй хумара Что вечер нахияют дать о море За темное водоно Я долго позирал Про сон, что небо с душкой потерял За утром в солнечном сверкле С темленье стойте новое житло. И в шеерже все покажет на долине Ямара ставить птушку на крылом. Мара ставить птушку на крылом. Мара ставить птушку на крылом. Похожаю птушку на лошадном сверкле На алмазии Ну а теперь такая... Ну просто буду поскорщать нам надо, а завтра просто... Меня что бы захотелось успеть петь... У меня день на рожжение еще не скоро, а я советен, раз я тебе на родину подарю такую песню, а в этом годе будет уже 60-е, так я уже прочуваю, как это будет, так это я говорю, и на сегодня 10-е годы. ПЕСНЯ 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 Что тут я на тольке атома. Дорога назад, где-то сон и падала, Где диво пребыли часть. Своим наканаванным здесь на ютше план, Жить всю пропадовое нас. Займать, ходить, и словы обучать, Ума изменяет со словом. Сдается, что можно еще раз почать, Мы только не обретаем я. За нами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какой у меня был выбор? У меня две песни на завершение. Поправляйте. По сравнению с руками. Тогда я сначала про свое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот песня, я литерально вчера подумал. Ну так, я случайно ретуюсь специфично, От таких не производит. Я набираю с собой, что 50 песен кладу. И что я буду спевать? Не ведаю. И так складывается, что за 50, Я только 20, случайно, черпляю. Оставьте 30, так уже годами лежать в этом самом деле. Но вот это давно не спевалось. Я просто, наверное, так глянул и думаю, А что я не спеваю? Нормальная же песня. Больше что. Я, наверное, и сборничек свой, Кажется, так назвал, По-моему, на этой песне. Так что, ну, песня. ПЕСНЯ Взрослым годы приспешвые, Початок густерой галень. Смертышвые, 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 И сломолоча отворень. С того, что не треба памятать, Смертубим проблем, что, И что не подразумлялось, Я запоздни на пирожок. Остественно, correct confident Вы что не понимали, Смерт specify Что в таком belum б Things kids, Смертубим với И во всем. И на это все ты работал. Смерт behöчь Смерт лежит Смерт что-то Н妙 65 П Groundhog Род섯 Park У-у-у-у, лучше не не пытай. Як сону сникай, и вечера Неостырных жаданям тень, Учера и завтра смешивай, Так соння было простей. Спокойно плугать по колешни Одинознаемых дней, И высказной стене, Стой ужин, минулая огня нить. А и по жаданям откуришься, Оттолишься в серострань, Так и то, что внук минулая, У-у-у, лучше не не пытай. А то, что внук минулая, У-у-у, лучше не не пытай. ПОЁТ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Аплодисменты! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Хочу evolution Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Ну, и другие творческие, могутный пласт старожитной, научной литературы, которая, как бы, до вас и нашел. Вот допомагаю, как он нашел. Это один пласт. Версеты. Версокразы, пунктиры, взломы. Ну, и классические версии. Как бы вот эти потенции, мокринности заховывались в своем взятии творчества, в самом взятии литературы, они хотели выявиться, и я допомогал ему. И еще вот это. Да ну-то, я вам рассказал, вот такой выступ на день Максима Павдановича у Дома Литератора. Вот это еще отчитание текстов. Есть тексты. Те янку павли, какие на память затвержденные. А для того, что можно на память в первую цару и затвержденные, некие глубокие места застаются там, и грануты. Те Максима Павдановича, те из участников Михася Странцова, те Олеся Письменкова. Книжка «Вышла летость». Невиновые мечи, я там. А джитвы. Герменеутыка. Текст и Странцова, и Олеся Письменкова. Это глубокое, ну, как бы, изъяло герменеуты, когда помогали. И тому, и тому будем уваживая, да, творцев, и да здесь не идем. Но вечер просто так не обудется. Их можно было, ну, что сказать, звичайными словами или незвичайными не говорится. Тому, что творчость – это что? Это всю творчость. Сторожи мне про это не дали. Мы забыли. Творчость – это все творчость человека и Бога. Что говорить, какой-нибудь Амел у своей Гулияди, начинающий гнев, о богиня, что там, «Восвалить», «Увуслав», «Геркулес», «Ахелеса Пилеева сына». Богиня? «Зворота и е». Вергерии так само. В своем гиде напилюе, «Канаска» говорит, «Вось, давай мы будем говорить поэму, самим не от вас». Говорит, «Вось эта присутность Божьего початку робить поэзию и поэзию». Да, мы-то я не надо говорить, Юрка, он бы это робить, и им не треба казать, что они, остаются в ней киндетяни. И они остаются в тени тому, что больше здесь нет. Есть заявы, ну, мы можем перебрать по пальцам, ну, так, коли пишутся характеристики, а рекомендации перелечают, какие он сдольны, на то ли, на сё ли, на это, а есть еще нечто большее. Выше за уметь, есть еще Выше. Не уметь. Не уметь хитровать, не уметь представляться, не уметь, не уметь, ну, вот так, домогаться своего. И оно, как бы, отдается кому на Божскую волю. И оно, как у Махатарати. Все отдается на Божскую волю. И здесь, как Выше. И вот это, вот это, вот это, любимое, не уметь, оно так само, что, мне не депрессуются, и рады долучиться, догрануться. Все, разом с Вами. А сегодня я зачитаю, прочитаю, герцеты, с книжки, что на имя не вышла, и имела назву «Лесная дорога». Все, герцеты, не буду хламачать, выручутся, ну, ну, и исправите, может. на этой земли, Кто пытается мне дорогу на ушход, кто на заход. Небы раздорожа, я показываю всем, куды исти, а сам застаюся на месте, на этой земли, под гэтым небом. Заната легкий для лыбини, заната тяжкий для вишени, заната целостный, как подаваться в який небусь Бог. Вот моя левая рука, вот правая, я кладу зерню в долу, и ног растаю в древо, на одной галитуре солнца, на другой месяц. Раздорожа птушки за всей концу свету, спеваю, да им свои песни, гладя эти гнёзды. Тут мой захот, и тут узход. АПЛОДИСМЕНТЫ Маланка, тадыка, и я вошёл у бождицу, и зачинившись зверы, стал утром, с небом, с неба раптона, пала Маланка, и расколола бождицу, надвое, люди, которые пришли на святание, отбудовали за одной ее половину, бождицу святания. А люди, которые пришли на смыркание, отбудовали за другой половину, бождицу смыркания. Ходи на нас, закликают сменедные, гэта ж твоя бождица, ты снова узможешь сказать свои слова до неба. Ходи на нас, переймают сменедные другие, гэта твоя бождица, ты снова узможешь слухать, что кажа неба, а я всё стою на тым самым месте, здранспеды, уражены, прояснены, не маючи мовы, как говорить, змаганкаю в сердце. Танец с бужаками, змаганья, захлупливая меня, оно разъяволивая все мои здоровьи, оно окружает все мои силы, оно становится танцем, оно становится взглядкованием, оно вшесть моих рукам свой неполторный узор, я расшеджаю все его, и чекаю его. А змора уже вынырнули две бужаки, две беспотольные помсты, для меня понтаном накидываются на меня, опрошу их слизкими, шильными, звивами, встрыкают жалами, усамлюют вару. Я rescue их от себе, я ушли в руках, перепuxу ногами, кручуся, боюсь, кричу! На бокам Mun옥 з усих боков собираются горожане, подобные привлки магнитами, они смотрят на мое Raychmaq о меня France на мои погибенные вымоги. Якое видовище! У захоплений я чую, в рамоне цветы. Мы первый раз надираем таки напруженный ритм. Мы первый раз бачим таки выкштов соны танятся. Подарунок хрослой мати. Хрослая мати отдае мне свой подарунок. Это же старик. Я спрабую увидеть в себе, али даремна, его поверхня заморченной цьмяне быть сам чаясь ци дало. У им живет Бог, каждая хрослая мати, и некогда ты его бачишь, сдавается, густерка яснее, с морщами разгладываются, и тогда мне видать то птушка, какая летит, то пастами людей, то обрезки незразумелых. А вечер, я бухляюсь в миркованях, махчу на я ушел, бачу Бога, и только не верю, что это пьем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На им верховодить Ксенц, кореш ли мой хаврусник с особой надумности и молодости, с острым и ясным обличчем, те ветха, те молотика. И сковы, что он тихо прорывляет в острые небыль льозы, креслят они на целые просторы, затятые резкие рисы и поделяют у всех, кто их слушает, наполам. В центре на стежке, для краны, так само собрались люди, треба его повесить, и он шкодник, вручать одни голосы, другие перечать, за что? Не он виноват его всем, что так сталося, а вон ты я. И пальцы показывают, вру. Долго стоим тут, Алидаревна, машины с хлебом нема и нема, и только они починают браться на вечер, и на львовом небе взыходит зиготкий месяц. Разыходимся по домах, с малой дочкой, и по рожнею кайстрою заплечима, подаюся той самой, занесенной, снегом даровой, назад. Ничего уже не чувствовать, не видать, уже закончился мигом, Алидаревн был, на селянском голом порядку, а там земля. Алидаревна. 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 Продолжение следует...